Привет, друзья-огородники! Теплица, Московская область. Что у нас здесь происходит? Пора начинать ограничивать по высоте томаты. Вот мы видим уже томат, который ограничен по высоте. То есть точку роста мы удалили. И можно оставлять один-два листа после последней кисти, которая наверху. Вот ещё один томат. Пасынки мы здесь удаляем, естественно, теперь без всякого разбора, все подряд. То есть нежелательно, чтобы, допустим, вот этот томат рос и уперся в крышу теплицы. Но томат может заболеть от того, что здесь будет конденсат ночью на листьях. Это очень плохо. Постараться всё-таки ограничивать как минимум за полметра до потолка. Вот мы его ограничили уже неделю назад, и он немножко всё-таки подрос. Здесь уже 300 миллиметров до потолка. Но это ещё допустимо. Но если он у вас будет касаться уже потолка, то желательно обрезать эту часть томата, для того, чтобы он не касался этого потолка. После того, как мы ограничим в росте томат, он начинает наливать свои плоды. И вот мы видим, уже начал хорошо расти вторая кисть, и третья пошла, и четвёртая. То есть как только мы ограничиваем рост в высоту, томат начинает надувать свои плоды. И не надо забывать, что в этот момент томата требуется больше влаги. Поливать надо немножко почаще. В этот момент ему требуется много влаги. Идёт налив плодов по всему стволу, поэтому здесь у нас максимум потребления воды. Вот в середине теплицы, здесь тоже я уже начал ограничивать, вот ограничена у нас макушка, а один лист после кисти, последней верхней. Здесь у меня тут где-то полметра как раз. Но это я сделал на прошлой неделе. Здесь тоже ограничен уже, здесь ограничен. Вот здесь у нас два ствола из одного идут. Это значительно повышает урожай. Так, здесь у нас ограничены. И таким образом, как только томат подходит к той точке, когда надо будет ограничить его. Вот этот ещё не ограничен, здесь у него ещё запас где-то около 800 миллиметров. То есть мы подождём пока, когда он дойдёт до полметра до потолка, тогда мы его ограничим. И так вот мы прослеживаем ежедневно высоту томата и, естественно, ограничиваем вовремя, чтобы получить хороший урожай. И томат не заболел у нас фитофторой, которая в большинстве случаев бывает в теплице. И с этим надо бороться и быть осторожным. Спасибо за внимание.